как известно летает двигатель а все остальное навесное середине нулевых начале нулевых в федерации в снг в целом не было двигателя требуемого класса тяги для самолета для перспективного региональника и да не удивляйтесь это не шутка это реальность никакие там d436 и все это семейство в целом не могло отвечать современным требованиям предъявляем к региональнику перспективному и прежде всего с точки зрения сертификации по европейскому образцу более того нельзя не сказать о том что d436 уходит своими корнями к двигателю конечно же всем известному d36 который создавался для самолетов другой эпохи и для самолетов которые летали на других числах маха в частности если мы говорим о таком самолете как як-42 и вы знаете это даже не самая большая проблема дело в том что все интеллектуальные права и все права на семейство 436 принадлежат и в чинка прогресс а у и в чинка прогресс в стране что не день то революция поэтому полагаться на них вопросе поставки авиационного двигателя было бы крайне глупо да и время все расставило на свои места в украине появился свой региональник на который ставится на который устанавливается эта модификация 436 до 436 148 и говорить о том что и в чинка прогресс могли бы наладить поставки двигателя для какого-то потенциального конкурента региональнику украинскому но это крайне глупо для того чтобы научиться производить современный авиационный двигатель в середине начале нулевых нужно было освоить не только новые технологии но и перенять культуру производства получить все технологические процессы производства современного турбореактивного двухконтурного двигателя который был бы способен в перспективе получить европейский сертификат летной годности и получить остальные сертификаты европейские по безопасности конечно в открытую на тот момент в середине начале нулевых никто не говорил Но все мы прекрасно с вами понимаем, для чего нужно было сотрудничество с НЕКМИ и на тот момент Рыбинских моторов. Первым сотрудничество было нужно для того, чтобы получить новую производственную площадку с достаточно квалифицированными специалистами и потенциально получить новый рынок сбыта своей продукции. Вторым именно Рыбинским мотором такое сотрудничество нужно было для того, чтобы получить легальным путем фактически, а может быть и не совсем легальным в какой-то степени, ключевые технологии производства современных турбореактивных двухконтурных двигателей и самое главное перенять, как я и сказал уже выше, культуру производства, освоить современные технологические процессы. 29 апреля 2003 года тремя сторонами был подписан меморандум о том, что на будущем региональнике будет устанавливаться двигатель SAM-146. Этими тремя сторонами были и СНЕКМА, НПО САТУРН и ГСС. Но уже в 2004 году СНЕКМА и НПО САТУРН было образовано совместное предприятие, которое получило название Поверджет. Многие люди до сих пор задаются вопросом, почему у двигателя SAM-146, в двигателе SAM-146 не реализованный редукторный привод вентилятора, почему это не сделало, например, на ПД-14, хотя их почему-то не интересует, почему этого не сделано, например, на ЛИП-Х от CFM International. ПД-14 и ЛИП-Х это немного отдельный разговор, сейчас мы говорим о SAM-146 и вообще о том, что такое редукторный привод вентилятора и для чего он нужен. Итак, я изображу такую простую схему двухвального двигателя трубовентиляторного двухконтурного. Изображу и такими блоками для понимания происходящего. Вот у нас будет вал каскада высокого давления, на этом валу у нас есть компрессор высокого давления, на этом валу у нас есть турбина высокого давления. Здесь у нас будет плоскость сечения. Внутри проходит другой вал, каскада низкого давления и на нем у нас есть турбина низкого давления, подпорные ступени или компрессор низкого давления. И на этом же валу у нас закреплен вентилятор. Итак, какие у нас есть пути повышения экономической эффективности двигателя вообще в целом, как системы, да? То есть, все это упирается в увеличение тяги двигателя, вот, при этом для того, чтобы не увеличился сильно расход керосина, если мы будем говорить совсем банально в первом приближении. Что можно делать? Ну, во-первых, это есть два пути известных, других никто не придумал до сих пор. Первое, это повышение температуры перед турбиной высокого давления. Это влечет за собой, естественно, изменения и повышение качественных вообще в целом всех характеристик материалов, из которых изготовлена камера сгорания, обеспечение правильного горения, стабильного в камере сгорания и, естественно, материалов, из которых изготовлены лопатки турбины высокого давления, которые должны выдерживать большие температуры и при этом еще выдерживать большие нагрузки, да, инерционные, связанные со скоростью вращения турбины высокого давления и так далее. Второй путь, это увеличение степени двухконтурности, увеличение в любом случае площади вентилятора, да, увеличение площади вентилятора. Увеличение температуры перед турбиной мы сейчас рассматривать не будем, посмотрим, что будет, если мы будем увеличивать площадь вентилятора. С увеличением площади вентилятора снижается приведенная окружная скорость вентилятора, если у нас остается та же самая турбина низкого давления. Внимание, то есть мы оставляем все вот это вот то же самое, но увеличиваем площадь вентилятора. У нас снижается приведенная окружная скорость вентилятора, при этом возрастает потребляемая вентилятором мощность. Это значит, что нам нужно увеличивать диаметр вала, увеличивать прочность. Увеличивать прочность, прежде всего, вала каскада низкого давления Что ведет либо к увеличению его диаметра Либо упрочнению или изменению материала, из которого он изготовлен И удорожанию, соответственно, двигателя в целом Проведение каких-то дополнительных исследований и так далее То есть двигатель у нас будет из-за этого удорожаться Более того, в принципе, все известные материалы уже давно открыты В авиастроительной отрасли, в авиастроении аэрокосмической Поэтому мы упремся в то, что нам просто нужно будет увеличивать диаметр Вала каскада низкого давления А с увеличением этого диаметра увеличивается, соответственно, и диаметр отверстий В дисках компрессора высокого давления и турбины высокого давления Так как этот вал проходит внутри вала каскада высокого давления С увеличением диаметра отверстий, например, в дисках турбины высокого давления Которые вращаются на колоссальной скорости И при этом испытывают огромные нагрузки Как термические, так и ряд других, вибрационные Встает вопрос в обеспечении прочности дисков турбины высокого давления. Это тоже не может длиться бесконечно. Поэтому, соответственно, для того, чтобы достичь оптимальных скоростей, например, вращения при увеличении вентилятора, достичь оптимальных скоростей его вращения при увеличении площади, при этом, соответственно, вы должны понимать, что от скорости его вращения в целом зависит степень сжатия каскада низкого давления и того, что приходит в результате в компрессор высокого давления. Это влияет на весь вообще термодинамический цикл турбореактивного двигателя двухконтурного. Нам, соответственно, нужно с увеличением площади вентилятора увеличивать количество ступеней турбины низкого давления для того, чтобы поддерживать требуемый КПД-системы в целом. Увеличивая, например, площадь вентилятора, нам приходится увеличивать количество ступеней турбины низкого давления, усложнять, удорожать двигатель, он становится тяжелее, длиннее и так далее, и так далее. И все это сказывается на его энергомассовом совершенстве в целом, да, и на выходных его параметрах. Отсюда возникает вопрос, каким образом добиться того, чтобы нам синхронизировать скорость вращения вентилятора при увеличении его диаметра с турбиной низкого давления без изменения ее конструктива кардинально. То есть, например, если мы хотим на одном компрессоре, например, высокого давления, турбине высокого давления, то есть на одном газогенераторе строить семейство двигателей, у которых будет максимально одинаковая турбина низкого давления, компрессор низкого давления, но при этом будет разная площадь вентилятора и, соответственно, разная тяга. То есть они будут находиться в разных классах потяги, но при этом будут максимально унифицированы между собой. Выходом в такой ситуации является применение редукторного привода вентилятора, который позволяет нам изменять скорость вращения и синхронизировать скорость вращения вентилятора различной площади с турбиной низкого давления без изменения количества ее ступеней. То есть синхронизировать этот параметр скорости вращения с турбиной низкого давления, которая не будет изменяться качественно, сильно изменяться от одного класса двигателя, например, 7-тонного класса тяги до 15-тонного класса тяги, сохраняя практически одну и ту же турбину низкого давления, не переделая, не перепроектируя ее, обеспечивать требуемую окружную скорость вращения вентилятора. Применение редукторного привода вентилятора оправдано в двух случаях. Первый, это когда идет речь о двигателях сверхвысокой степени двухконтурности, таких, например, как разрабатывался в свое время НК-93. Либо, если речь идет о том, что вам нужно создать семейство двигателей, которые будут иметь одинаковый газогенератор, максимально унифицированную турбину низкого давления, компрессор низкого давления, чтобы скорость вращения вентилятора, окружная, она была менее зависима от турбины низкого давления. Соответственно, здесь нам нужен планетарный понижающий редуктор, который используется, например, в семействе всем известном двигателей пятого поколения, Prato-Wetney 1000G. И, насколько я помню, по классу тяги они там от 7 тонн начинаются и заканчиваются 15 тоннами, и все они используют планетарный понижающий редуктор в приводе вентилятора. Если вы изначально проектируете двигатель, который будет использоваться только на конкретном каком-то самолете, конкретного класса, например, региональники, как проектировался сам 146, о котором мы говорим, на базе газогенератора ДЭМ-21, разработанным СИФМ, да, разработанным СНЕКМ, правильно сказать, естественно, этот газогенератор изначально проектировался для класса тяги 7 тонн, только для регионального самолета. То есть не предполагалось, что на этом газогенераторе будут создаваться двигатели вплоть до класса тяги 15 тонн. Поэтому такой задачи по обеспечению синхронизации окружной скорости вращения вентиляторов в разной площади и сохранении конструктивного турбины низкого давления перед создателями этого двигателя не стояло. Поэтому нельзя напрямую сравнивать эти два двигателя, не только потому, что они относятся, конечно же, к разным поколениям, но и потому, что перед создателями этих двигателей стояла разная задача. Что касается того, является ли вообще в принципе панацеей использование редукторного привода-вентилятора. Как я и сказал уже ранее, да, например, не только Pratoitny 1000 G является двигателем пятого поколения, уже общепризнанным турбореактивным двигателем двухконтурным, но и, например, его прямой конкурент Leap X также является двигателем пятого поколения, и при этом он не имеет редукторного привода-вентилятора. Редукторный привод-вентилятор не является определяющим фактором в техническом вообще совершенстве двигателя. Более того, задумайтесь, почему, например, двигатель, ну тот же самый General Electric 90, да, знаменитый двигатель, огромной тяги, безусловно, это величайшее достижение с точки зрения турбореактивного двигателестроения, двигатель большой двухконтурности, колоссальной тяги, который не имеет редукторного привода-вентилятора, имеет очень массивную, там, по-моему, да, я ошибаюсь, может быть, семиступенчатую турбину низкого давления, которая нужна для того, чтобы обеспечить требуемую мощность и требуемый КПД для вентилятора на большой площади. С чем это связано? Не применение редукторного привода в таком двигателе, и почему Pratt & Whitney 1000 G, насколько я знаю, используют унифицированные газогенераторы, турбину низкого давления, близкой конструкции на семействе от 7 до 15 тонн. Не только потому, что вот этот класс тяги, разброс вот этих классов тяги, он закрывает все самые востребованные на сегодняшний день авиалайнеры, то есть это региональники и среднемагистральники. Не только поэтому, это связано еще и с тем, что создание редуктора большой мощности, который мог бы переваривать большую мощность, при этом он должен иметь колоссальные ресурсы, быть очень надежным узлом, да, ремонтно-пригодным и так далее, то есть все еще это нужно, обеспечить модульную конструкцию всему этому двигателю. Это чрезвычайно сложная техническая задача, которая, скорее всего, в случае, когда мы будем говорить о двигателях большой тяги, действительно, вот применение редуктора большой мощности и большой сложности, и, соответственно, его изготовление, оно может чрезмерно удорожать двигатель, понимаете? Настолько его удорожать, что даже применение турбины низкого давления с большим количеством ступеней, которое изначально проектировалось только под этот двигатель, может оказаться более экономическим эффективным шагом в создании такого двигателя. Применение редукторного привода вентилятора действительно в какой-то степени шаг вперед, но только в том случае, когда вы хотите на одном газогенераторе создать максимально унифицированное семейство двигателя, такое, как Pratt & Whitney 1000G. Когда речь идет о создании двигателя в конкретном классе тяги и не предполагается на нем делать целое семейство, редукторный привод вентилятора – это только та единица в двигателе, которая будет его удорожать, усложнять его конструкцию, и это абсолютно не является тем фактором, который однозначно может говорить о том, что один двигатель круче другого. SAM-146 – двухвальный турбовентиляторный двухконтурный двигатель со смешением потоков первого и второго контуров. Снабжен системой контроля параметров с полной ответственностью, которая выполняет следующие функции – управление газогенератором, запуск двигателя в ручном и автоматическом режимах, управление реверсированием тяги, управление системой топливомасляных теплообменников, обнаружение и локализация и хранение в памяти отказов систем двигателя и передача параметров, необходимые для индикации в кабину экипажа. Каскад низкого давления представлен вентилятором, бустером, три подпорных ступени и трехступенчатой турбиной низкого давления. Каскад высокого давления представлен шестиступенчатым компрессором высокого давления, кольцевой камерой сгорания и одноступенчатой турбиной высокого давления. Рабочее колесо вентилятора бесполочной конструкции состоит из 24 широкоходных титановых лопаток, которые установлены на колесе при помощи соединения замков по типу «ласточкин хвост». Широкоходные лопатки имеют большую сгибную жесткость, чем лопатки с большим удлинением и антивибрационными полками. Упругий потенциал поглощения энергии при ударе у такой лопатки выше, что соответственно ведет к повышению удара стойкости лопатки при попадании в тракт двигателя посторонних предметов и жигучести лопаток при их повреждении. Применение широкоходных лопаток позволяет отказаться от антивибрационных полок, что соответственно способствует в целом повышению газодинамической эффективности вентилятора приблизительно 6% и снижению удельного расхода топлива на крейсерских режимах на 4%, а также увеличению расхода воздуха через вентилятор, что напрямую влияет на создаваемую двухконтурным двигателем тягу. Повышение газодинамической эффективности вентилятора при применении лопаток такой конструкции в свою очередь дает возможность заметно уменьшить общее число лопаток в конструкции вентилятора, таким образом соответственно уменьшить массу конструкции и снизить окружные скорости, что ведет естественно к снижению шумности вентилятора, так как шестая степень окружной скорости вентилятора определяет уровень его акустической мощности. Одним из важнейших направлений по снижению шума вращения рабочего колеса вентилятора является применение лопаток рабочего колеса с искривленной осью совмещения профилей и переменная стреловидность по передней и задней кромке. Это позволяет минимизировать широкополосные шумы, не ухудшая расход на напорную характеристику вентилятора в целом. Изменение окружной скорости вентилятора не может быть полностью подчинено снижению уровня генерируемого им шума, так как от скорости его вращения в целом зависит эффективность работы ГТД. Поэтому использование звукопоглощающих покрытий это неизбежность, особенно с учетом всего снижающихся международных норм по шумности воздушных судов. Звукопоглощающие конструкции обычно имеют вид панелей, в которых большое число замкнутых полостей заключено между жесткой стенкой и пористым слоем, обращенным к потоку. В качестве пористого слоя можно использовать перфорированный лист или густую металлическую сетку. Таким образом формируется набор резонаторов гельмогольца, настроенных на определенную частоту. В результате, если доминирующая частота в спектре падающей звуковой волны близка или совпадает с частотой собственных колебаний резонатора, то в замкнутой полости возникают интенсивные упругие колебания воздуха. В результате энергия диссипирует в полости, а непоглощенная часть переизлучается из отверстия, но уже в полусферу, что соответственно приводит к снижению уровня звукового давления в заданном направлении. ТРДД с общим соплом имеют преимущество в акустических характеристиках, что достигается за счет выравнивания поля скоростей на среде сопла, особенно в сочетании с смесителем лепесткового типа, который разделяет выхлопную струю на потоке. Так они быстрее смешиваются с воздухом второго контура. В целом источником шума выхлопной струи ГТД является смешение выхлопных газов с атмосферой, следствием чего является сдвиг, вызываемый относительной скоростью между выхлопной струей и атмосферой. 24 широкоходных лопатки вентилятора вращаясь создают разрежение в канале воздухозаборника, благодаря чему поток атмосферного воздуха устремляется к разделителю потока, где часть его попадает во внешний контур, он же второй контур, другая часть во внутренний контур, он же первый контур. В зависимости от режима работы, высоты полета, степень двухконтурности меняется в пределах от 4 до 7,5. При полете на высоте 39 тысяч футов и числе М078 при стандартных атмосферных условиях степень двухконтурности двигателя сам 146,4,5. Проходя через корневую область лопаток вентилятора, поток попадает в трехступенчатый компрессор низкого давления, он же бустер. После компрессора низкого давления поток попадает на спрямляющий аппарат, где затормаживается и соответственно повышается температура воздуха и давления. Затем поток после прохождения короткого канала встречается с направляющим аппаратом компрессора высокого давления, который в зависимости от режима работы двигателя разворачивает лопатки таким образом, чтобы обеспечить оптимальное обтекание рабочих лопаток компрессора высокого давления. Первые две ступени компрессора высокого давления выполнены в виде так называемых близков. Близко – это такая конструкция рабочего колеса, в которой механический тип соединения диска с лопаткой заменен на неразъемный. Характерными особенностями классических типов соединений является неравномерность распределения нагрузки по контактной поверхности, которая возникает благодаря деформации замковых частей в течение эксплуатации. Использование неразъемного типа соединения позволяет более равномерно разделить нагрузку в месте соединения, снижая таким образом массу замковых частей диска и лопатки, а это влечет за собой снижение массово-габаритных характеристик ступицы и полотна диска, так как снижаются центропежные нагрузки. В целом, в компрессоре низкого и высокого давления происходит ступенчатое повышение давления воздушного потока. Суммарная степень повышения давления двигателя SAM-146 на взлетном режиме составляет 21,7. Сжатый воздух попадает в камеру сгорания, где перемешивается с топливом, которое распыляется форсунками. Получившаяся в результате топливо-воздушная смесь воспламеняется от фронта пламени на уже установившемся режиме работы двигателя. Камера сгорания по типу конструкции относится к камерам кольцевого типа. Прежде всего, стоит понимать, что камеры такого типа всегда более компактные. Жаровая труба кольцевой камеры сгорания в силу простой формы более технологична в изготовлении. Среди сложностей в освоении кольцевых камер сгорания, пожалуй, стоит отметить сильное влияние полей скоростей воздуха на входе в камеру сгорания, на поля температур газа на выходе и, соответственно, трудность согласования подачи топлива в жаровую трубу. Поля температур газа в кольцевой камере сгорания менее стабильны, чем в трубчатокольцевой, но при этом есть возможность получения лучшей окружной неравномерности поля температур. При использовании кольцевой камеры сгорания двигатель, как правило, имеет лучшие характеристики запуска, так как пламя быстро распространяется по всему объему камеры. Обеспечение прочностных характеристик кольцевой камеры сгорания – это чрезвычайно непростая задача, но при этом плюсы использования такой камеры привели к тому, что во всех современных ТРДД используется именно кольцевая камера сгорания. Конечно, нельзя не сказать о сложности в обеспечении требуемого уровня эмиссии вредных веществ в атмосферу. Все ужесточающиеся требования международных надзорных органов по защите окружающей среды вынуждают при проектировании двигателя учитывать, что за время его эксплуатации требования будут снижены в очередной раз. Для того, чтобы продукт был конкурентоспособен, при выпуске двигателя в продажу он должен иметь запас с точки зрения параметра по эмиссии вредных веществ. Для того, чтобы обеспечить минимальный уровень эмиссии вредных веществ при организации процесса горения, вне зависимости от типа камеры сгорания, необходимо обеспечить следующие условия. Мелкое дробление частиц топлива, высокую однородность смеси перед подачей в камеру сгорания, максимально возможную скорость химической реакции, определенный диапазон температур горения смеси, отсутствие локальных высокотемпературных зон, постоянство состава смеси во всех режимах работы двигателя, оптимальный состав смеси в смесительных устройствах или в первичной зоне камеры сгорания. По сути принцип действия любой низкоэмиссионной камеры сгорания основан на поддержании в зоне горения температуры в достаточно узком диапазоне, на всех эксплуатационных режимах работы. В целом, трудности при создании камер сгорания с низким выбросом вредных веществ связаны с тем обстоятельством, что для снижения выброса окиси углерода и окиси азота необходимо проведение взаимно противоположных мероприятий. На этапе создания двигатель SAM146 удовлетворял требованиям по выбросам вредных веществ, как утверждается в различных источниках с 40% запасом. Существует информация о том, что сегодня SAM146 соответствует требованиям CA и P10, которые вроде как будут действовать до 2022 года. После преодоления соплового аппарата, который предназначен прежде всего для спрямления потока сгорания в камере, раскаленные газы встречаются с лопатками турбины высокого давления. Сегодня в газотурбинном двигателестроении можно выделить две основные тенденции – увеличение динамической нагрузки на ступени и увеличение температуры газа на входе в турбину. В изменении этих параметров и отражено основное направление развития газотурбинного двигателя – повышение термического КПД благодаря увеличению степени сжатия, повышению температуры газа, также увеличению дельных параметров за счет уменьшения габаритов, массы и сокращения количества вращающихся деталей. Эффективность ГТД фактически напрямую зависит от температуры газа на выходе из камеры сгорания, то есть перед турбиной. Соответственно, требования к температурной работоспособности жиропрочных сплавов для рабочих лопаток турбины высокого давления неуклонно растут. При этом рабочие лопатки турбины – самые нагруженные детали ГТД, они воспринимают целый ряд нагружений различного типа, которые непосредственно влияют на их ресурс и в конечном счете на надежность газотурбинного двигателя. Это такие нагрузки, как статические, вибрационные, термоциклические нагрузки, коррозия и эрозия. При этом все это происходит в условиях резкого перепада температур по тонкой стенке пера лопатки. Разрушение лопаток в основном происходит из-за недостаточной длительной прочности, на которую отрицательно влияет повторность нагружения. Таким образом, одним из главных требований к сплавам, из которых изготавливаются лопатки, является высокая длительная прочность. Способность работать в вышеописанных специфических условиях и неизбежное повышение температуры перед турбиной привели к необходимости использования технологии отливки с направленной кристаллизацией. Монокристаллические лопатки позволили совершить качественный скачок в освоении новых рубежей температур перед турбиной. Возможно, это благодаря тому, что такие лопатки имеют крайне высокую сопротивляемость высокотемпературной ползучести, обусловленной отсутствием в сплаве границ зерен, поскольку их структура сформирована ветвями одного дендрита, развившегося от монокристаллической затравки. За весь период использования монокристаллических лопаток в двигателестроительной отрасли было освоено несколько поколений жаропрочных сплавов, основой для которых является никель. Отличаются они между собой прежде всего наличием тех или иных лигирующих элементов, причем чем выше степень лигирования материала тугоплавкими элементами, тем выше плотность сплава. Основными характеристиками сплава являются прочность, модуль упругости, пластичность, ползучесть, длительная прочность, усталость, термоусталость и жаростойкость. Вполне очевидно, что материалы, которые предназначены для лопаток турбины высокого давления, должны в первую очередь иметь высокий уровень жаропрочности. Характеристикой жаропрочности является предел длительной прочности, напряжение, вызывающее при заданной температуре разрушение образца за определенное время. В конце 80-х, когда часть еще не родилась, а другая часть разоблачителей Суперджета вытирала с губ молоко или вообще ходила под стул пешком Снегма в сотрудничестве с Онэра, это как Виам, только с Елисейских полей, был разработан сплав, который предназначался для изготовления рабочих лопаток будущего двигателя М88-2, ставшим впоследствии сердцем многофункционального боевого истребителя Дассарафаль. Сплав получил название АМ1. Рассмотрим его химический состав. Основа – это никель, а далее проценты по массе. Хром и кобальт. Главная роль этих элементов в составе сплава заключается в снижении температуры полного растворения гамма-штрихфазы. Хром обеспечивает упрочнение твердого раствора, придает значительную стойкость от высокотемпературной газовой коррозии, существенно повышает работоспособность при воздействии сульфидных и других вредных соединений. Хром также повышает сопротивляемость сплава к росту усталостных трещин, при этом в некоторой степени способствует снижению механических характеристик. Титан и алюминий являются основными гамма-штрихфазообразующими элементами, снижают скорость роста усталостной трещины. Молибден входит в состав как матрицы, так и упрочняющей фазы, поэтому упрочняет обе фазы, способствуя повышению прочности сплавов и термостабильности структуры. На практике молибден является более дешевым и легким заменителем вольфрама. Вольфрам оказывает больше упрочняющее воздействие, чем молибден, при этом сплавы, содержащие молибден, более стойкие к сульфидной коррозии. Тантал повышает стабильность гамма-штрихфазы, увеличивает сопротивляемость к ползучести и росту усталостной трещины. Плотность сплава 8,6 грамм на кубический сантиметр. Наличие в химическом составе вышеописанных элементов в указанных концентрациях, а также отсутствие таких тугоплавких элементов, как рений и рутений, явно указывает на то, что перед нами монокристаллический жаропрочный сплав первого поколения. Длительная прочность сплавов первого поколения варьируется в довольно широких пределах, но в среднем находится на уровне 200 МПА при 1000 градусах и 100 часах нагрева. Хотя не везде и не всегда оценка длительной прочности дается, исходя именно из 100 часов нагрева. Чтобы вы понимали разницу, самые современные сплавы, например, VGM-6, SLGS-3, TMS-169 и им подобные перешагнули рубеж в 300 МПА. Такой скачок в данном параметре достигается благодаря внедрению в состав сплава лугоплавкого элемента рения, что влечет за собой неизбежный рост плотности и сопутствующие этому отрицательные последствия в виде роста массы лопатки и воздействующих на нее нагрузок. Центробежную силу-то никто не отменял. Кроме того, использование рения, а затем и использование его альтернативы рутения приводит к чрезмерному удорожению сплава, что сказывается на стоимости конечного изделия. Для сравнения можно рассмотреть некоторые другие сплавы, например, всем известный GS-6U, монокристаллический сплав первого поколения, который используется для изготовления монокристаллических лопаток двигателя IL-31F. Температура плавления сплава 1360 градусов Цельсия, а длительная прочность 220 МПА при 100 часов и 1000 градусов. GS-32 – это сплав второго поколения, имеющий в своем составе 4% рения, имеет длительную прочность 245 МПА. Используется в качестве основного сплава для изготовления лопаток турбины высокого давления двигателя PS-90A. Конечно, с помощью создания все более выносливых сплавов можно увеличивать температуру перед турбиной, но с точки зрения цена-эффективность это не очень дешевый подход, хотя, конечно, без этого далеко не улетишь. Одним из перспективнейших путей повышения температуры выносливости лопатки турбины высокого давления является ее охлаждение. Лопатки турбины высокого давления SAM-146 охлаждаются воздухом, отбираемым из корпуса камеры сгорания, куда в свою очередь попадает от шестой ступени компрессора высокого давления. При подробном рассмотрении лопатки можно заметить отверстия для выхода охлаждающего воздуха на поверхность перолопатки, передней кромки и на корыте. Они нужны для организации пленочного охлаждения. На виде сверху в сечении заметны ребра, которые выступают интенсификаторами теплоотдачи. Выход воздуха с лопатки осуществляется у задней кромки. Таким образом, я, эксперт номер один на ютубе, заключаю. В турбине высокого давления SAM-146 используются лопатки турбины с конвективно-пленочным охлаждением. Такой тип охлаждения не только снимает теплоту с горячих деталей, но и обеспечивает защиту поверхности от горячих газов. При движении по внутренней полости лопатки воздух отбирает часть теплоты, поэтому пленочному охлаждению предшествует конвективное. Отсюда и название – конвективно-пленочное. Для обеспечения равномерного выдува по поверхности во внутренней полости организуются отдельные каналы, через которые воздух подается в отверстие выдува. Отверстия могут быть размещены практически в любом месте на поверхности лопатки, поэтому такая система охлаждения позволяет достаточно просто регулировать распределение пленки по поверхности и избегать локальных перегревов лопатки. Подобный тип охлаждения применяется при температурах выше, чем 1500 кельвинов, как правило, в первых ступенях турбин высокого давления. К его недостаткам, конечно же, следует отнести сравнительно высокие потребные расходы воздуха примерно в два раза больше, чем при просто конвективном охлаждении. Сложность изготовления охлаждаемой лопатки состоит не только в том, что чрезвычайно трудно отлить лопатку с большим количеством геометрически правильных полостей, а еще и в том, что с увеличением количества полостей и сложности их формы структура лопатки становится неравномерной, в ней появляются концентраторы напряжения. Поэтому итоговая прочность лопатки будет, конечно же, отличаться от значений чистого сплава. Остался последний штрих и можно оттопить в камере, как говорится, на все деньги. Этот штрих именуется термобарьерное покрытие. Его главной функцией является защита лопаток от высокотемпературного окисления, которое существенно ограничивает их ресурс. Как правило, такие покрытия состоят из толстого керамического слоя, нанесенного на оксид алюминия, образующий металлическое связующее покрытие, которое уже находится в прямом контакте с поверхностью лопатки и сплава на основе никеля. Термозащитное покрытие – это многослойная структура, где каждый слой выполняет определенную функцию. Верхний слой состоит из пористого керамического покрытия с низкой теплопроводностью. Его главная функция – это теплоизоляция. При этом данный слой должен обладать высокой температурой плавления, стойкостью к окислению и коррозии, коэффициентам теплового расширения, близким к таковому у сплава, из которого изготовлена лопатка. Итак, что вы видите на экране? Так выглядит рандомный политически подкованный россиянин с просторов интернета, который знает, что суперджет – это плохой самолет и вообще он горит, как спичка. Он скалится диоксидом циркония. Диоксид циркония, частично стабилизированный итрием, является достаточно широко распространенным теплозащитным материалом. Добавление итрия позволяет обеспечить композиту на основе циркония приемлемые характеристики трещина стойкости и изгибной прочности, что особенно явно проявляется при температурах выше 1000 градусов. Толщина такого покрытия – порядка 150 микрометров. Оно наносится методом электронно-лучевого осаждения из паровой фазы. Материал данного типа производится в России на Чапецком механическом заводе. Это предприятие входит в Росатом. В результате нанесения на поверхность получается некая столбчатая структура, которая позволяет обеспечить падение температуры приблизительно на 150 градусов. В качестве связующего покрытия используются стойкие к окислению металлический слой. Такой слой может представлять из себя алюминид никеля, модифицированный платиной. Данный слой наносится гальваническим осаждением платины, а затем алюминированием паровой фазы. В процессе эксплуатации структура и состав различных слоев изменяются вследствие спекания керамического слоя, окисления связующего покрытия и, соответственно, явления взаимной диффузии с подложкой. Тем не менее, использование покрытия данного типа значительно увеличивает ресурс лопаток из-за жаропрочного монокристаллического сплава первого поколения АМ1. Все вышеописанные мероприятия позволяют достичь температуры газов перед турбиной в двигателе SAM146 на уровне 1700 Кельвинов, то есть приблизительно 1400 градусов Цельсия с копейками. Почему я говорю на уровне? Потому что точной информации касательно температуры газов перед турбиной у меня в распоряжении на момент написания этих строк нет. Но с учетом всего вышеописанного, с учетом информации о двигателе М88-2, с учетом того, что мне нашептали некоторые люди из некоторой организации, а они назвали мне температуру в районе 1720-1760 Кельвинов, я и называю цифру 1700 Кельвинов, которая с достаточной степенью точности отражает общее техническое совершенство турбореактивного двухконтурного двигателя SAM146. Существенный рост степени двухконтурности, а также степени повышения давления в компрессорах TRDD стал причиной уменьшения габаритов проточной части внутреннего контура, что особенно ярко выражено на выходе из компрессора газогенератора и на входе в турбину. Следствием уменьшения высот лопаток, примерно пропорциональных квадратному корню из приведенного расхода в данном сечении, является усиление отрицательного влияния на КПД лопатки и турбины в целом радиального зазора, относительных толщин кромок лопаток, отклонение формы профиля от номинальных и прочих сопутствующих этому факторов. Одной из отличительных черт TRDD от четвертого поколения является внедрение технологии управления радиальным зазором. Радиальные зазоры отрицательно влияют на процесс сжатия газа в компрессоре. Выражается это в том, что потери затраченной энергии при перетекании воздуха через зазоры под действием разности давления приводят к снижению КПД и газодинамической устойчивости. Эти потери зависят от величины относительного радиального зазора. Чем меньше высота лопатки и больше зазор, тем значительнее снижение КПД и газодинамической устойчивости. Радиальные зазоры увеличиваются с ростом наработки ГТД и поэтому их нужно уменьшать. При этом радиальные зазоры также следует увеличивать, так как они просто не могут оставаться постоянными на разных режимах работы двигателя. Изменение радиального зазора формируется как алгебраическая сумма слагаемых, определяемых следующими физическими явлениями. Упругие деформации диска, лопатки, замка лопатки, тепловая деформация диска, лопатки, корпуса и т.д. Кроме того, нельзя забывать, что помимо теплового расширения на лопатку действует колоссальная центробежная сила, что также способствует несколько большим темпам расширения, нежели статора турбины высокого давления. Таким образом, выбранный монтажный зазор в любом случае не может обеспечить оптимального значения радиального зазора на крейсерском режиме работы КТД. Системы управления радиальным зазором делят на два основных типа – активные, т.е. управляемые и пассивные. Управляемые и активные системы делятся на системы, которые действуют на статор путем дозированного охлаждения элементов статора, и системы, воздействующие на ротор путем подогрева дисков. Пассивные системы строятся на согласовании темпов тепловых деформаций ротора и статора, реализуемых подбором материалов по коэффициентам линейного расширения. Система управления радиальным зазором ТВД двигателя SAM146 активная. Тонкостенное трактовое кольцо, которое выполнено с полостями для охлаждения, сготовлено из сплава АМ1. Таким образом, оно имеет коэффициент теплового расширения аналогичной лопатки. Со стороны лопатки тонкостенное трактовое кольцо имеет напыление системы никель-кобальт-хром-алюминий И3, которое предохраняет кольцо от высокотемпературной коррозии. Российский аналог данного конденсированного защитного покрытия для горячих трактов турбин ГТД называется СДП-1. Массивное уплотнительное кольцо в основном выполнено из материала РН-77, а также из ЭЧА-188. На чертеже видно, что это та часть, которая вставляется в углубление тонкостенного трактового кольца. В массивном кольце есть воздуховод, через который воздух от компрессора высокого давления попадает на тонкостенное кольцо, охлаждая его. С учетом режима работы двигателя, степени прожарки лопаток турбины высокого давления, осуществляется подвод требуемого количества охлаждающего воздуха от третьей и шестой ступеней компрессора к тонкостенному трактовому кольцу, которое фактически изменяет свой диаметр в зависимости от степени нагрева. Подвод осуществляется через две трубки, которые можно видеть снизу двигателя в три кольцевых канала. После всего вышеописанного за работу наконец-то берется трехступенчатая турбина низкого давления, которая преобразует часть энергии продуктов сгорания в механическую энергию, вращая таким образом вал вентилятора и компрессора низкого давления. Первая и вторая ступени турбины низкого давления имеют по 140 лопаток, третья ступень содержит 95 лопаток. Затем после соплового аппарата газ попадает в смеситель. SAM-146 это ТРДД со смешением потоков, что способствует улучшению показателей экономичности ГТД, максимум которого реализуется при умеренной степени двухконтурности. Реверс ТРДД с общим соплом обеспечивает более высокую обратную тягу. Это происходит благодаря значительному снижению прямой тяги внутреннего контура из-за перерасширения потока газа в общем сопле. При этом ТРДД с общим соплом имеет более длинный канал наружного контура и соответственно мото-гондолу, что также отрицательно сказывается на общей массе силовой установки. Поэтому использование такой схемы, например, на двигателе General Electric 90, становится невыгодным, как минимум из-за того, что гондола такой длины будет оказывать сильное интерферационное воздействие на крыло. С принципиальным устройством вроде все понятно. Теперь пробежимся по навесному и системам. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, привод агрегатов, который состоит из входной коробки приводов, радиального вала, раздаточной коробки и, собственно, коробки приводов. Коробка приводов является по своей сути редуктором, который распределяет механическую энергию между агрегатами двигателя и системами самолета. На коробке приводов расположены генератор переменного тока, интегрированный привод-генератор, воздушный стартер, гидронасос, топливный насос, локс-маски. Привод агрегатов приводится в движение от ротора высокого давления. Цифровая система контроля параметров двигателя с полной ответственностью контролирует абсолютно все параметры ТРДД. Система базируется на двух функциональных элементах Digital Engine Control Unit и Engine Overspeed Unit. В эти два блока стекается информация с топливомера, всех датчиков двигателя, блок управления приводом, системы управления радиальным зазором и прочих. Обмен информацией с блоками происходит с помощью интерфейсной технологии Ethernet Ring 429 для авионики гражданского назначения и отдельного канала с дискретным сигналом. Воздушная система двигателя используется для различных нужд, как для собственных, это, например, охлаждение турбины высокого давления, охлаждение турбины низкого давления, внутреннее охлаждение, воздух для охлаждения цифрового контроллера двигателя, воздух для системы управления радиальным зазором турбины высокого давления, отбор воздуха для системы кондиционирования. Внутреннее охлаждение можно разделить на две части. Это холодная часть отбора осуществляется в компрессоре низкого давления, она предназначена для охлаждения дисков компрессора высокого давления, диска турбины высокого давления и диска третьей ступени турбины низкого давления. Горячая часть из компрессора отбирается для нужд охлаждения камеры сгорания лопаток турбины высокого давления. Также часть попадает в полости охлаждения тонкостенного трактового кольца, системы изменения радиального зазора. Часть воздуха отбираемая с третьей ступени компрессора высокого давления попадает в первую ступень статора турбины низкого давления и через полости лопатки попадает также в крепление диска в первой и второй ступени турбины низкого давления. Система контроля компрессора, обеспечивающая его стабильную работу на всех режимах работы, состоит из трех подвижных статоров, клапана перепуска, а также клапана отбора воздуха после шестой ступени, который позволяет обеспечить более равномерное горение в камере сгорания при запуске двигателя или других режимах, когда компрессор обеспечивает избыточно высокое давление перед турбиной. Перепуск на входе в компрессор служит для выравнивания потока и изменения местных углов атаки для лопаток первой ступени компрессора. Поворотные статоры спрямляют поток в зависимости от режима работы двигателя. Отбор воздуха от третьей ступени компрессора высокого давления также производится для обеспечения нужд системы кондиционирования, противобледелительной системы воздухозаборника двигателя, системы наддуо-баков. Итого мы имеем ТРДД четвертого поколения SAM-146 производства компании PowerJet. В рамках этого объединения на Сатурне была разработана вся холодная часть двигателя, снег мы же была разработана вся горячая часть, а также навесное, на базе газогенератора демонстратора ДМ-21 с использованием технических решений, которые в свое время были отработаны для двигателя М88-2, в частности жаропрочный монокристаллический сплав АМ1. Окончательная сборка изделия производится на Сатурне. Двигатель выпускается в двух вариантах, отличается не только тягой, что является следствием повышения температуры перед турбиной, а это, соответственно, аукается снижением ресурса некоторых горячих частей двигателя на одну треть. Температура перед турбиной 1700 кельвинов, лопатки с конвективно-пленочным охлаждением из жаропрочного монокристаллического сплава на никелевой основе первого поколения АМ1. Степень двухконтурасти 4,5, степень повышения давления 21,7. Ротор низкого давления представлен вентилятором, трехступенчатым компрессором низкого давления и трехступенчатой турбиной низкого давления. Предельная частота вращения 6489 оборотов в минуту. Ротор высокого давления состоит из шестиступенчатого компрессора высокого давления и высоконагруженной одноступенчатой турбины высокого давления. Его предельная частота вращения 16839 оборотов в минуту. Предельная температура за турбиной 972 градуса. Полный вес силовой установки, которая в комплекте поставки представляет собой мотогондолу с крепежом и соответственно самим двигателем составляет 2360 кг. Вес гондолы 680 кг, вес двигателя 1680 кг. Двигатель сам 146 это не выдающийся, не революционный, но очень хороший двигатель 4-го поколения, турбореактивный двухконтурный двигатель. Именно 4-го поколения, потому что к этому поколению его позволяет отнести ряд технических решений, которые использовались в его конструкции. Например, это вентилятор с саблевидными широкоходными лопатками, это кольцевая камера сгорания, это модульная конструкция. Это прежде всего, конечно же, высоконагруженная односпепенчатая турбина высокого давления и система полного контроля параметров с полной ответственностью FADEC. Двигатель очень сильно похож на CFM567B, особенно системой регулирования радиального зазора турбины высокого давления. Да и в целом он, скажем так, не то чтобы похож, а построен по той же идеологии, что CFM567B. И в этом нет ничего предосудительного, почему бы с НЕКМЕ, например, не подсмотреть, что там такого интересного в горячей части этого двигателя у их партнеров по этому двигателю General Electric. При этом, используя запатентованные технические решения СНЕКМЕ, например, это монокристаллический сплав первого поколения AM1, удалось достичь вполне приемлемых температур перед турбиной высокого давления. Это достигалось, конечно же, и благодаря грамотному охлаждению лопатки и использованию термобарьерного покрытия. Конечно, если мы начали говорить о CFM567B, то в турбине высокого давления этого двигателя используются уже монокристаллические лопатки следующего, второго поколения, со сплавами монокристаллическими, которые используют в качестве тугоплавких, лигирующих элементов, рений и рутений с содержанием порядка 2-4%. Например, если мы говорим о таком сплаве, как RENE N5. Я не обладаю конкретной информацией о том, какой конкретно сплав использовался в двигателе CFM567B, фотографии результатов бароскопирования, которого вы видите на экране или видели их уже ранее, либо видите сейчас. Это не меняет сути. Я хочу лишь сказать о том, что лопатки современного турбореактивного двухконтурного двигателя, это та часть двигателя, которая меняется по состоянию. Я лишь хочу сказать, что когда вы читаете какой-нибудь сервис менюал к какому-либо двигателю, будь то SAM146 или CFM567B и видите там определенное количество циклов наработки, циклов взлет-посадка для двигателя, это не означает, что столько же на этом двигателе могут пролетать и лопатки, и турбины высокого давления. Что касается конкретной надежности двигателя SAM146, то об этом я обязательно скажу в отдельном выпуске, где я покажу документы и предоставлю конкретные данные по надежности и ресурсу этого двигателя на сегодняшний момент.